Старшеклассница Алина Белова больше четырех лет занимается спортивной радиопеленгацией, принимала участие в международных соревнованиях и уже имеет звание кандидата в мастера спорта. Наш вид спорта заключается в том, что мы с помощью определенных приемников ищем передатчики в лесу. И кто быстрее, собственно, найдет, тот и победил. Большая поддержка идет от тренеров, во-первых, друзей, знакомых и, конечно, родителей. В числе десятков других спортсменов на церемонии награждения лучших работников и деятелей в сфере физической культуры и спорта Алине вручил благодарственное письмо руководитель профильного департамента Дмитрий Чеканов. Также награды получили тренеры спортивных школ, общественные деятели и сотрудники фитнес-центров, которые проводили бесплатное занятие для горожан и гостей Самары. Летом в областном центре проходила уже ставшая традиционной акция «Самара в движении». Церемония – это наш способ сказать спасибо всем всем спортсменам и всем людям, которые посвящают свою жизнь спорту и несут спорт в массы. С каждым годом мы все больше и больше увеличим показателей нашего национального проекта по увлеченности, жительности, тематической занятий, физической культуры, спортом. И, естественно, не только этот показатель движет нами. Нами движет желание, чтобы все люди были здоровы, все люди занимались спортом и были максимально эффективны, энергичны и счастливы, потому что здоровый человек – счастливый человек. Для того, чтобы привить любовь к здоровому образу жизни, в городе обновляют спортивную инфраструктуру. Ежегодно в разных районах областной столицы в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» строят и оборудуют площадки для занятий воркаутом и другими видами спорта. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...